Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Хотел рассказать, что вчера прочитал в Блумберге статью про недвижимость в Сан-Франциско, тут рядышком, рост недвижимости в Сан-Франциско. Надо сказать, что вообще Блумберг, во всяком случае, как финансовое издание, держит Кремниевую долину под прицелом постоянно. То есть, бывает, что и по несколько публикаций в день, но редко, чтобы не было ни одной. Ну вот, тема, например, стоимости недвижимости, тема того, что недоступна недвижимость простому человеку и так далее, это присутствует. Одна из тем. Но тут опубликовали результаты по росту цен на недвижимость, ну, по ценам на недвижимость, за первый квартал. А сейчас у нас вот только самое-самое начало второго, да, вот сегодня 5 апреля, а там было 4, вот они там опубликовали. Получилась такая история, что за год, друзья, за год, на конец первого квартала, год назад и сейчас, недвижимость в Сан-Франциско выросла на 24%. На 24% и медианная стоимость, вы знаете, что такое медиан, да, то есть, я на всякий случай скажу, это не когда, не как среднее репетическое, когда сложили и поделили, а когда ты проводишь линию, и вот справа 50% осталось, и слева 50% осталось. То есть, медианная цена, миллион шестьсот тысяч сейчас в Сан-Франциско, это значит, что из того, что продавалось, половина, ровно половина продалась дороже, миллиона шестьсот тысяч, а еще ровно половина меньше шестьсот тысяч. Хотя, может быть, там ничего не продавалось меньше миллиона при этом, то есть, это как бы тоже возможно. Так вот, 24% за год, по сравнению с предыдущим кварталом, то есть, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, выросла, это самое медианное, выросла на сто тысяч. Значит, то есть, было миллион пятьсот, а стало миллион шестьсот. Ну, это немножко больше там, да, шести процентов, там, скажем, шесть с половиной, вот туда, может быть, ближе к семи, за квартал. Что, собственно, в общем-то, да, так если сложить там четыре раза, будет очень похоже на вот те 24%, хотя мы понимаем, что там немножко сложнее считается, но вот просто так вышло. Значит, то есть, в четвертом квартале был рост более быстрый, чем, например, за целый год. Да, то есть, если бы все кварталы росли там по шесть, там, и две трети процента, то было бы существенно больше, чем, там, 24. Ну, вот так уже, примерно. Значит, что тут можно сказать? Можно много разных выводов делать, например, что, глядишь, скоро и грохнется, там, да, например. Ну, вот вроде не грохается, и, собственно, даже когда грохается, там, постоит внизу, потом опять растет. Знаете, как бывает? В Сан-Франциско там же строить негде абсолютно, то есть, там, как бы, приток людей постоянно происходит. Сейчас уже и инженеров стало много, то есть, в тот момент, когда большие корпорации, там, и Яху, и Гугл, там, и кто там еще, не знаю, насчет Фейсбука, вот когда они начали там открывать свое отделение прямо в городе, вот, так тут уже, конечно, что же, уже инженеры пошли, соответственно, там цены растут. Такая вот история. Вообще, надо сказать, что за 10 лет, как мы с вами уже много раз говорили, цены примерно удваиваются. Конечно, важно попасть в правильные 10 лет, да, то может так получиться, что, вот, допустим, за 5 лет цены удвоились. За 5, вот, 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 буквально 5, последних. То есть, конечно, можно сказать, что и за 10 удвоились, если до этого 5 лет, например, немножко падало, потом немножко подрастало, а вот последние 5 лет взяло и удвоилось. То есть, что за 5 удвоилось, что за 10 удвоилось, это правда, это так обычно и бывает. Ну, вот, в среднем, вот, если так посмотрим, за 10 лет удваивается. Значит, если, например, дом был куплен 5 лет назад, 5, знаете, 5 лет назад человек купил дом, например, за миллион долларов. Он теперь стоит 2 миллиона. Покупая дом за миллион долларов, он 200 тысяч дал down payment, а остальные 800 тысяч одолжил у банки. Сейчас у него этот дом стоит 2 миллиона. Таким образом, с инвестицией в 200 тысяч он имеет сейчас собственности на 2 миллиона. В общем, такая интересная штука. Ну, безусловно, там не так все простенько, да, то есть, он все-таки банку еще должен. Да, но, в общем, вот так, вот так. То есть, он 200 тысяч долларов контролировал в 5 раз большую стоимость, да, то есть, он 200 тысяч контролировал миллион. А теперь он 200 тысяч контролирует 2 миллиона, вот теми 200. То есть, фактически, он на 200 тысяч наборил миллион, так сказать, прибавочной стоимости. Хотя тоже, если продать, да еще налоги заплати, знаете, как бывает, так, когда чужие ты считаешь, кажется, что много. А вот на продажи заплати, налоги заплати. И, в общем-то, но тоже, друзья, это лучше, чем просто так вот там в банке полпроцента, да. Так вот, такое интересное наблюдение. Мне, конечно, очень интересно, когда оно теперь снова обвалится, потому что я-то их уже видел. Мы приехали в самый обвал, это был обвал, вот, начало 90-х был обвал, потом был обвал, так оно стояло ни шатка, ни валка, потом росло довольно шустро. Во второй половине 90-х росло, в 96-й, 7-й, 8-й, 9-й, 2000-й, потом в 2001-м как жахнулось, и вот так оно, значит, вот, прямо вот, да. То есть, между жах и жах было 10 лет. То есть, там, 91-й, там, 90-й, 91-й, 2001-й, потом вот был жах в 2008-й, 9-й, 10-й, 11-й, вот так оно. Ну, вот сейчас снова 10 лет прошло, я не знаю, что сказать, вот пока вроде растет, да. А так, по сравнению с 2008-м, 2009-м, вот где-то, значит, ну, не то, чтобы это, как бы, четкая такая периодичность, но, в общем-то, никто не знает. У нас вообще такая экономика сейчас, то есть, она никогда не была уж прямо так уж, прямо предсказуемой. А с учетом того, что там Боцман наверху, который, там, пару твитов написал, там, акции Амазона упали на 35 миллиардов долларов, понимаете. Он уже, как бы, перешел какую-то красную черту. То есть, одно дело, когда бизнес бабло гребет, а налоги, там, ему снижают и так далее. И совсем другое дело, когда бизнес гробят, вот, и это, конечно, уже тут, эти пошлины какие-то там, таможенные, там, еще что-то. Надо сказать, что китайцы очень интересно отреагировали на мысль о том, что вот Трамп хочет ввести пошлины на какие-то китайские товары. Они сказали, мы тогда тоже введем пошлины, и, причем, на продукцию именно тех штатов, которые голосуют за Трампа. Вот, это похоже немножко на американские санкции против олигархов в Российской Федерации. Вот там Кремль чего-то делает, они говорят, а вот олигархи пусть за базар отвечают. И на олигархов жах, вот, не на Путина, нет, а вот на них там, вот. Вот, так и китайцы очень похожи, как бы, реагируют. Они говорят, ах, вы там, вот это, ну, тогда мы вот вам по больному месту, где там ваши избиратели-то проживают. Довольно интересно наблюдать. Ну, в общем, посмотрим, чего будет дальше. Я к чему говорю, что неопределенность стала таким очень стабильным фактором в экономической жизни тоже. Лихорадит рынок ценных бумаг вот последние уже несколько месяцев как следует лихорадит. Ну, в общем, поглядим, поглядим. Вот той такой безбрежной уверенности в состоянии рынка ценных бумаг уже нету. Знаете, уже все поняли, там, что, в общем, да, не знаю, ну, поглядим, поглядим. Впереди много интересного. Самое интересное это вот выборы ноябрьские, до которых осталось уже, собственно, что там осталось-то, полгода, что ли? Так, ничего не осталось. Вот, посмотрим, поглядим. Существенно, что до этого ничего на законодательном фронте кардинального не произойдет. Хотя администрация может чудить, конечно, по-всякому, начиная от какой-нибудь войны и кончая какими-то административными там указами. Ну, поживем, увидим. А пока что, друзья, за год недвижимость в Сан-Франциско подорожала на 24% и за один квартал подорожала на 6, там, и 2 третих. Вот такая интересная статистика. Счастливо! Счастливо!